Всем привет! Вы на канале ZEVS NEWS. Талантливая советская актриса Елена Майорова запомнилась зрителям ролями в таких фильмах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Зина Зинуля», «Везучая», «Скорый поезд», «Закон» и другим. В начале 80-х Елена была одной из ведущих актрис-современника. В 1997 году актриса была на пике популярности. С ней мечтали поработать многие видные режиссеры, но ужасная трагедия оборвала жизнь звезды, не дав ей заслужить еще большую славу. Елена Майорова была актрисой невероятного дарования. В жизни этой удивительной женщины однажды встретилась цыганка и сказала «Быть тебе богатой, знаменитой, если от самой себя убережешься, красавица». Елена родилась в Южно-Сахалинске в 1958 году в семье рабочих. Учаясь в восьмом классе, будущая знаменитая актриса, однажды оказавшись на Красной площади, загадала желание и поклялась, что обязательно станет звездой и будет жить рядом с Кремлем. После окончания школы Лена отправилась покорять столицу. Но во всех вузах, куда Елена подала заявление, ей отказали, типаж не подходит. Возвращение в Южно-Сахалинск означало поставить крест на мечте, и девушка подала документы в строительное ПТУ. Год работала на стройках, а весной снова отправилась на приемные экзамены. Ей вновь отказали МХАТ и Щукинская. Да и в ГИТИСе, куда Лена пришла с последней надеждой, комиссия посматривала с неодобрением. Но Олега Табакова покорила жизнерадостная и эмоциональная девушка. Он взял ее на свой курс и этим, как рассказывала актриса, спас ей жизнь. Елена Майорова была действительно потрясающей актрисой. Окончив училище, Лену приняли в труп у МХАТа Олега Ефремова, именно он разглядел Майоровой чеховскую героиню. Майорова покоряла зрителя одним взглядом, жестом. Узнавать ее стали после фильма «Вам и не снилось» в 1981 году. Потом были 34-й скорой, одиноким предоставляется общежитие, затерянный в Сибири и другие работы. И каждый раз новый образ, новая судьба, которую Елена проживала как свою собственную. Личная жизнь Елены была полна переживаний. О своем первом муже, своем сокурснике Владимире Чеплыгине, она почти не рассказывала. Этот брак был скоротечным. Спустя три месяца пара рассталась. Потом в жизни Елены появился художник Сергей Шерстюк. Их отношения были яркими, эмоциональными и страстными, как у настоящих творческих натур. Так случилось, что Майорова не могла иметь детей, отчего очень страдала. С Сергеем она прожила 12 лет. В 1997 году актрисы не стало. Елена Майорова погибла при странных и так до конца и невыясненных обстоятельствах. 23 августа 1997 года, находясь на лестничной клетке возле двери в собственную квартиру, актриса подожгла на себе платье. По одной из версий, в последние годы жизни Елена пребывала в состоянии глубочайшей депрессии. Ее мучили неврозы и постоянные тревоги. Это подтверждали друзья актрисы. По другой версии, смерть Елены наступила в результате несчастного случая. Незадолго до трагедии, Майорова случайно пролила на себя керосин, возясь дома с антикварной керосиновой лампой. Горючее попало на платье актрисы. Выйдя на лестничную клетку, чтобы покурить, Майорова вспыхнула как факел. Будучи целиком обгоревшей, актриса побежала к дверям театра имени массовета, который находился в нескольких шагах от ее дома. У самых дверей она упала без сознания. Ожоги заняли слишком большую поверхность тела. Врачам так и не удалось спасти 39-летнюю актрису. В тот же день, не приходя в себя, она скончалась. Трагический уход актрисы стал для Сергея Шерстюка страшным ударом, от которого он так и не смог оправиться. Супруга актрисы, Сергея Шерстюка, не стало спустя 9 месяцев после гибели Елены. Причина – скоротечный рак.